Приветствую всех дорогие зрители и сегодня я хочу поговорить об полуавтоматических и автоматических винтовках и начну я со Swissweger. Swissweger это полуавтоматическая штурмовая винтовка с немецким названием с немецкого названия переводится как швейцарская винтовка базируется на автоматах серии сик и уступает на пол страйку хотя по характеристикам приблизительно подобное например базовый урон 80 процентов радиус охвата 400 метров скорострельность как указано 4000 выстрелов в минуту но я не знаю какие нужно иметь пальцы чтобы так стрелять перезарядка менее 3 секунд размер магазина от 20 до 100 патронов у меня есть модификация с 30 патронами и барабан со 100 патронами барабан выглядит приблизительно следующим образом я думаю вы его находили и видели что можно еще рассказать о данном оружии Swissweger почти аналогичная винтовка похожая на maple strike тоже питается нато патронами то есть всеми нато трассирующими и обычными нато патронами от maple strike отличается лишь тем что имеет возможность стрельбы лишь в полуавтоматическом режиме то есть без очередей это единственный недостаток преимущество то что можно установить абсолютно любое тактическое улучшение патроны можно легко найти на любом военном объекте но недостатки разве что невозможно свести огня в автоматическом режиме также винтовка довольно громкая и заметно днем но если на нее надеть нужные тактические прибамбасы а именно прицел 12-кратный он для нее идеально подходит также прицепить на нее тактический фонарик к сожалению мне его сейчас нет и это будет абсолютно уникальная подходящая абсолютно для вас винтовка далее рассмотрим maple strike иногда его можно найти с 12-кратным и 6-кратным зумом что аж винтовка maple strike использует военные патроны внешне вероятно базируется на винтовке м16 до вели споры на какой винтовке она базируется но скорее всего это м16 либо м4 что же maple strike это одно из самых лучших оружий в игре этому способствует частота появления так и соответственно легкое нахождение широкие возможности для прокачки то есть сюда нужно абсолютно любые патроны то есть такой же 20 20 до 100 патронов магазины можно прицепить абсолютно любые тактические примочки то ли это светоподавитель то ли это глушитель то ли это различного рода зумы но самым более подходящим зумом является 12-кратный зум так как дальность стрельбы все-таки не настолько хороша как у кимбер вульфа что же еще а еще с помощью небольших манипуляций винтовка превращается в ручной пулемет то есть если добавить как раз барабанный магазин сошки и коллиматор то можно стрелять от бедра и абсолютно не переживать кстати сошки помогают значительно снизить отдачу преимущество возможность полного апгрейда иногда спауниться с прицелом как я сказал ранее с 12-кратным и 6-кратным небольшая отдача легкодоступные патроны также гибкость применения можно построить оружие под свой стиль игры к недостаткам это большой на ранних этапах вес то есть если у вас нет рюкзака то практически нереально оттягаться с данной винтовкой большой вес патронов ну и гаджеты гаджеты можно прилепить абсолютно любые как я и сказал ранее далее зубиканов не знаю либо одному мне он напоминает самый обычный АК-47 либо это действительно АК-47 но непонятно по каким причинам он называется зубиканов зубик на зубикнаков даже если правильно прочитать зубикнаков ну да ладно и что же можно рассказать о данной винтовке это главный конкурент автомата Maple Strike встречается реже преимущественно на военных локациях также можно найти на корабле и в заколоченном доме по сравнению с Maple Strike имеет большую отдачу то есть стрелять очередями абсолютно нереально поэтому если у вас есть достаточное количество прицелов выберите более себе подходящий прицел если вы нашли Savage Drum то есть барабан на 75 патронов то можно совершенно забыть о перезарядке и использовать данное оружие как самую обыкновенную снайперскую винтовку также имеется возможность подключения различных тактических девайсов глушителя и светоподавляющие насадки и что же преимущества наверное к преимуществам можно отнести то что убивает гражданского зомби с одного выстрела в голову как я и сказал можно поставить барабан на 75 патронов в качестве магазина и трех коробок патронов хватает для того чтобы заправить данное оружие можно установить абсолютно любой модуль это в принципе и видно но недостатков так же многовато очень редкий две коробки пули надобится чтобы пополнить Savage Magazine то есть для 30 патронов нам понадобится аж две коробки а для 75 всего лишь три ну как то нерационально заметен приклад из-за яркой окраски действительно приклад и все оформление сделано довольно ярко поэтому спрятаться у вас не получится и абсолютно неэффективная стрельба очередями как я и говорил это ранее что же следующий наш конкурент это УЗИ самый обыкновенный УЗИ ничем не отличающийся от самого обыкновенного УЗИ что же возможность прицепить сюда абсолютно все также присутствует но что можно сюда прицепить я думаю что 6-кратный, 12-кратный, 7-кратный зомб здесь абсолютно не нужны так как это оружие для ближнего боя но магазин 40 патронов позволяет хорошенько прикрыть ваших товарищей то есть открыть прикрывающий огонь это может вам кардинально изменить ситуацию если вы в бою против других игроков сюда можно прицепить красный целеуказатель либо же голографический прицел либо прицепить тактический лазер или фонарик можно надеть глушитель и тогда абсолютно вас никто не услышит что ж на этом в принципе все переходим к следующему оружию следующее оружие это PRO-90 если честно если поставить разделение между PRO и 90 получится PRO-90 то есть П-90 редкое оружие которое используют боеприпасы ПДВ боеприпасы так же редки как и само оружие так что оно бесполезно в продолжительных боях является незамысловатой пародией на реально существующее оружие П-90 в принципе как и тот же пустынный сокол PRO-90 имеет большой магазин но низкий урон что заставляет игрока стрелять прицельно в голову стрельба очередями однако не так бесполезна если хорошо сдерживать отдачу то можно вполне успешно отбиваться от Ордзомби особенно П-90 эффективен вкупе с голографическим прицелом калиматором и лазерным прицелом так можно запросто вести огонь от бедра итак преимущества большой боезапас маленькая отдача и подходит на коротких дистанциях или на длинных как поддержка если вы играете в команде то можете вести заградительный огонь против других игроков из укрытий и баррикад это может напугать других игроков и переломить ход сражения недостатки небольшой урон малоэффективен против бронированных игроков ну и довольно редко встречается что ж ребят давайте отправимся куда-нибудь где есть много много зомби и немножко развлечемся ну что ж я постарался учесть все особенности данных орудий и что ж пойдем на охоту я вернулся на нашу старую новую базу и сейчас пойду отстреливать наших зомби вот и первые претенденты на отстрел головой как вы видите свист вегер замечательно справляется со своей задачей издалека с обычным 7 кратным зумом можно спокойно убивать зомби на apple strike на apple strike я прицепил 12 кратный зум и что ж он стреляет довольно неплохо и в принципе с светоподавляющей насадкой даже выглядит очень убедительно хотя зомби приходится стрелять два раза вот меня уже заметили поэтому давайте переключимся на зубик ханова шестикратным зумом как мы видим абсолютно эффективно он работает на ближних дистанциях ну а теперь давайте возьмем узи ух отдача очень большая и как я говорил ранее он абсолютно не эффективен против бронированных зомби но у нас остался еще про 90 на который я надел красный целеуказатель и насколько я знаю там еще остались зомби немножко но должны были остаться да вон они ждут до тех пор пока я подстреливаю их ну дружок ты меня будешь замечать кстати здесь можно включить режим авто и будет просто жесть трэш замечательно даже чепчик вывалился просто прекрасно там еще идет целая толпа ну что ж давайте подождем их ну где кто или это за забором а это скорее всего за забором ну тогда ждать не будем а нет вот есть товарищ замечательно еще минус один ну что ж на этом видео обзор я заканчиваю и в следующий раз я вам расскажу обо всех дробовиках обо всех винтовках включая снайперские так что ставьте лайки подписывайтесь на канал и не пропустите следующий выпуск до скорых встреч до встречи руки ну так что ну , угол на а ني Продолжение следует...